Шеф-повар, Максим Григорьев. Кулич медовый. Время приготовления, 1 час 15 минут. Ингредиенты, тесто для кулича. Ванилин 4 грамма. Вода 180 миллилитров. Дрожжи сухие 7 грамм. Масло сливочное 110 грамм. Мед 100 миллилитров. Мука пшеничная 500 грамм. Сахар 1 столовая ложка. Соль 1 щепотка. Цедра лимона 2 столовые ложки. Яйца куриные 4 штуки. Ингредиенты, начинка для кулича. Ванилин 4 грамма. Вода 180 миллилитров. Дрожжи сухие 7 грамм. Масло сливочное 110 грамм. Мед 100 миллилитров. Мука пшеничная 500 грамм. Сахар 1 столовая ложка. Соль 1 щепотка. Начинка для кулича. Цедра лимона 2 столовые ложки. Яйца куриные 4 штуки. Изюм светлый 70 грамм. Коньяк 50 миллилитров. Мука пшеничная 2 столовые ложки. Сукаты 100 грамм. Ингредиенты, смазка куличей. Ванилин 4 грамма. Вода 180 миллилитров. Дрожжи сухие 7 грамм. Масло сливочное 110 грамм. Мед 100 миллилитров. Мука пшеничная 500 грамм. Сахар 1 столовая ложка. Соль 1 щепотка. Смазка куличей. Цедра лимона 2 столовые ложки. Яйца куриные 4 штуки. Изюм светлый 70 грамм. Коньяк 50 миллилитров. Мука пшеничная 2 столовые ложки. Сукаты 100 грамм. Вода 1 столовая ложка. Смазка куличей. Желтки куриные 1 штука. Ингредиенты, для проката теста. Ванилин 4 грамма. Вода 180 миллилитров. Дрожжи сухие 7 грамм. Масло сливочное 110 грамм. Мед 100 миллилитров. Мука пшеничная 500 грамм. Сахар 1 столовая ложка. Соль 1 щепотка. Для проката теста. Цедра лимона 2 столовые ложки. Яйца куриные 4 штуки. Изюм светлый 70 грамм. Коньяк 50 миллилитров. Мука пшеничная 2 столовые ложки. Сукаты 100 грамм. Вода 1 столовая ложка. Для проката теста. Желтки куриные 1 штука. Мука пшеничная 70 г. Предлагаю рецепт пасхального кулича, приготовленного на ароматном гречишном меду. Сдоба получается легкой и воздушной, а текстура теста кружевной и пористой. Необычность подготовки теста заключается в том, что сначала оно подходит в тепле, а потом отправляем его в холодильник на 6-12 часов. Это необходимо, чтобы тесто стало послушное. Я впервые готовила куличи по такой технологии. Шаг 1. Чтобы приготовить куличи, нужно взять для теста воду, дрожжи сухие, сахар, муку, яйца, мед, масло сливочное, цедру лимона, соль, ванилин для начинки, сукаты, разные, изюм, коньяк, муку, для смазки куличей, желток и воду, для проката теста перед формовкой, муку. Шаг 2. Изюм вымыть. Обсушить. Сукаты нарезать кубиком. Залить все коньяком. Отставить в сторону. Шаг 3. Приготовить опару. Развести дрожжи в теплой воде, добавив муку, 2 столовые ложки, и сахар, 1 столовая ложка. Поставить в тепло на 10 минут для ферментации. Шаг 4. Мед растопить на водяной бане. Остудить. Шаг 5. Яйца взбить. Добавить остывший мед, продолжая взбивать массу. Шаг 6. Муку просеять. Добавить ванилин. Перемешать. Шаг 7. В яичную массу добавить подошедшую опару. Легко перемешать. Шаг 8. Частями, за три раза добавлять муку, перемешивая тесто. Шаг 9. Добавить мягкое сливочное масло, соль и мелко натертую цедру лимона. Замесить тесто в течение 5 минут. Шаг 10. Тесто готово. Шаг 11. С цукатов и изюма слить и отжать лишнюю жидкость. Добавить муку. Перемешать, подсушивая изюм и цукаты. Шаг 12. Подготовленные цукаты добавить к тесту. Шаг 13. Продолжить замес еще 3 минуты, чтобы тесто приняло эластичную консистенцию. Однако, оно останется достаточно влажным. Шаг 14. Посуду с тестом накрыть пищевой пленкой. Острой шпажкой сделать несколько отверстий в пленке. Поставить тесто в теплое место, чтобы оно поднялось. Выбирать посуду с высокими стенками. Шаг 15. Через 1 час тесто будет выглядеть вот так. Поставить посуду с тестом в холодильник на 6-12 часов, по возможности. Тесто продолжит подниматься в холоде, поэтому примите к сведению, что миска должна быть достаточно глубокой. Шаг 16. Вот таким тесто будет через 12 часов. Вынуть посуду с тестом. Пленку снять. Шаг 17. Посыпать поверхность стола мукой. Дать возможность немного согреться тесту. Хорошо обмять его, замешивая и согревая руками. Шаг 18. Подготовить формы. Проложить пергамент на дно и боковые стенки форм. Разделить тесто на несколько шаров, в зависимости от размера ваших форм. Шаг 19. Части тесто разложить по формам. Накрыть их пищевой пленкой, сверху прикрыла полосой пленки все формы сразу. Поставить в теплое место на 1 час 30 минут. За это время тесто окончательно согреется и увеличится в размере в двух раза. Шаг 20. Приготовить смазку куличей. Желток смешать со дна столовая ложка воды. Шаг 21. Верх подошедшего теста смазать желтком. Поставить формы с тестом в горячую духовку. Выпекать в течение 60-70 минут при температуре 180 градусов Цельсия, на среднем уровне. Приготовьте пергамент, чтобы накрыть верх куличей, минут через 20 после начала выпечки. Шаг 22. Готовые куличи вынуть из духовки. Шаг 23. Вынуть готовые куличи из форм и разложить их на полотенце бочком, чтобы они не осели. Периодически поворачивайте их, чтобы не преминались бока. Получилось 5 куличей весом 300 грамм, 250 грамм и 150 грамм. Шаг 24. Остывшие куличи по желанию можно покрыть глазурью помадкой с посыпкой, используя рецепт праздничный пасхальный кулич. Или сахарной пудрой. А можете оставить куличи без покрытия, с блестящей верхушкой. Шаг 25. К праздничному столу нарезать куличи дольками. Подавать с отварными крашенными яйцами. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.